Не только на просроченные товары, но и в целом на нелегальное предпринимательство сейчас нацелено пристальное внимание со стороны компетентных органов, муниципалитетов. С целью выявления ценевого бизнеса проводятся рейды. Один из таких в эти минуты организован в Магасе. В нем принимает участие наш корреспондент Зелимхан Калоев, он с нами на связи. Зелимхан, здравствуй, расскажи, пожалуйста, подробнее, кто входит в состав комиссии. Здравствуй, Хаба. Мы сейчас находимся в Магасе. У нас в эти минуты продолжается рейд по ценевому бизнесу. Основной лозунг, можно сказать, вот этого мероприятия, что ценевому бизнесу в Ингушетии не место. Проверяется выведение предприятий ценевого сектора экономики. Это прежде всего направлено для увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Сегодня рейд у нас, можно сказать, такой масштабный. Принимают участие не только, как принято, сотрудники администрации мэрии, инспекторы налоговые, но и МВД, Роспотребнадзор. В общем, по всем направлениям, каждые курирующие органы участвуют сегодня в этом рейде, проверяют соответствие документов, ИП, кассовый аппарат, смотрят, есть ли система, честный знак, а также в том числе проверяют и медкнижки. Помимо прочего, Роспотребнадзор смотрит на ценники, и здесь же на месте составляются акты, штрафуют предпринимателей, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Если говорить по статистике, по цифрам, то 245 объектов предпринимательства на сегодняшний день, по информации мэрии Магаса, зарегистрированы как предприниматели, осуществляют предпринимательскую деятельность, однако не все из них зарегистрированы. Оговорюсь, 38 предпринимателей из них без учета выявили сотрудники сегодня, и дальше эта работа продолжается, поэтому можно сказать, что цифра не итоговая. Вот в эти минуты сейчас они находятся в магазине, халяль, мясо-хлеб называется, проверяют, есть ли там нарушения. Более подробную информацию она будет доступна уже в сюжете. А сейчас я хочу сказать, что в принципе для осуществления законной предпринимательской деятельности, как объясняют сотрудники проверяющие, необходимо зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя, или зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход. В этой ситуации страдает не только экономика, как я сказал вначале, но и сами покупатели, которым не выдается элементарный чек. Это чревато тем, что далее покупатель, который покупает товар, он не сможет сдать товар, то есть не сможет доказать то, что он купил этот товар в этом магазине. В общем, будем держать вас в курсе событий.